Перевёл на русский Алексей Граф Фильм озвучил Юджин Грин Группа ВКонтакте Юджин Грин Студио Озвучивание фильмов Баския Фильмс Конфликтивас Продакшнс Хосе Мэй Юстэ Аннабел Алонсо Алексангула Сантьяго Сигура Конча Гаянос Мэриви Бильбао Художник Флора Куэвас Композитор Ариц Вильёдас Продюсеры Карлос Юарес Режиссёр Сэм Режиссёр Сэм Одержимый Режиссёр Сэм Что это? Режиссёр Сэм Режиссёр Режиссёр Сэм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вперёд! Раз! Два! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К чёрту! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я понимаю, почему епископ проявлял к этому интерес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где ты? Почему ты меня не навещаешь? Я нашёл его, мама. Скоро приду. Ты говоришь всегда одно и то же. Если бы ты, по крайней мере, подарил мне внука. Мама, я священник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так всегда. Ты со своей религией. Вопрос не в религии, а в вере. В вере? Мы с твоим отцом верили в республику, и что из этого вышло? Теперь он, наверное, ворочается... ...в гробу. О, мой Хасинто! Скоро увидимся. Я приду. Почему мой единственный сын стал священником? Дон Нерми, не расстраивайтесь, ваше сердце. Может, не выдержать. Подумать только. Стал священником. В то время как его родители... ...коммунисты. Не переживайте так. Вы же больны. Выпейте немного воды и посмотрите телевизор. Вы должны отвлечься от этих мыслей. Опять этот надоедливый ящик. Новость дня. Ни у кого из артистов не было еще более преданной аудитории и более лестных отзывов в прессе, чем у Трини, выдающейся танцовщице Фламенко из Андалусии. Ее артистическая карьера – это смесь успеха, страсти и трагедии. Вот ее история. Трини. Мария Тринида де Ла Круз была открыта в этом легендарном месте театральным агентом Маноло, который с тех пор никогда с ней не расстается. Это бриллиант. Она самая красивая женщина в Испании. В ней есть дуэнде. Что значит дуэнде? Это что-то, что сильнее тебя. Трини добивалась успеха раз за разом. Ее боготворили на родине и любили за границей. Ее график расписан до 2016 года. В разгар ее артистической карьеры до нас дошли отличные новости. Они поженятся. Свадьба лучшего в мире Тореро Григорио и любимицы публики – испанской танцовщицы Трини стала главным событием года. Их непродолжительные отношения скрывались ото всех. Об их романе не знали даже друзья. Она выходит замуж? За кого? Я ничего об этом не знал. Женится на танцовщице? Кто? Мой Григорио? Свадьба состоялась на родине Трини в Андалусии. Публика с радостью желала молодоженам счастья. Да здравствуй, Трини! И Григорио! Их брак благословил сам епископ. Прекрасная пара, гетеросексуальная, как Господь велел. Их карьера шла в гору. Трини предприняла мировое турне, а Тореро завершал все поединки на арене личным успехом. Именно в этот момент Трини вынуждена была бросить карьеру. Беременна. Беременна? Я ничего об этом не знал. Мой внук станет самым известным ребенком в Испании. Через шесть часов после начала родов в восемнадцать ноль ноль Трини родила прекрасного шестикилограммового мальчика. Первые несколько месяцев счастливая пара все свое внимание уделяла маленькому Дамиану. Их приветливый дом был полон радости и детских игрушек. У малыша было счастливое детство. Вскоре Трини возвратилась на сцену. Она стала еще более успешной, чем была. Казалось, ее экстремальный танец способен вызывать настоящее землетрясение. Никто ей в подметке не годился. Теперь я танцую для сына. Вы видите, на что способна материнская любовь. Это не предел. Ты достигнешь гораздо большего. Токио, Париж, Лондон. Лучшие города мира были у ее ног. Именно тогда, за несколько дней до первого причастия сына, произошла трагедия. С великим прискорбием сообщаем, что в результате несчастного случая в самом расцвете сил скончался великий Тореадор Григорио. Вся Испания погрузилась в глубокий траур. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Письма с соболезнованиями приходили со всех уголков мира. Однако Тринни приняла окончательное решение. Тринни, как вы со всем этим справляетесь? Я ухожу. Уходите? Если вы действительно меня любите, уйдите отсюда. Траур вам к лицу. Тринни! Как это уходит? Я ничего об этом не знал. Марга, вы тоскуете о своем сыне? Дамьян потерял своего отца, но у него до сих пор есть бабушка. Григорио. Грусть, 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 печаль. Невозможно с этим сбериться. О, мое сердце. Бедная Тринни. Я тоже знаю, каково это потерять Ториадора. Понятно? Отменено. Тринни никогда не возвратится на сцену. Она исчезла с глаз общественности. Ее поклонники все еще ждут. Вопрос в том, как... Долго им ждать. Тринни вернется. Испанские сцены вновь содрогнутся. Зачем ты это смотришь? Раз я сказала никогда, значит никогда. Что он вытворил на этот раз? Ничего. Он снова потерял сознание, и они попросили меня забрать его домой. Что с тобой, мое золотое? Ой, боже. Я же говорила, что он плохо себя чувствует. Гроссито, забери одежду в стирку, пожалуйста. Я ничего не помню. Снова проблемы с памятью. Вероятно, ему не хватает фосфора. Ты не помнишь только того, чего не хочешь помнить. Марш в кровать. Сегодня останешься без пудинга на ужин. Говори же, что на самом деле произошло. Его выгнали из школы. Он сделал нечто ужасное. Его не принимают ни в одну школу. Что же нам делать? Он тоскует по отцу, но, к счастью, у него есть бабушка. А это что? Очередные счета? Гроссито, открой двери. Прошел господин. Это я, Тринни. Почему на телевидении ты опять сказал, что я вернусь? Я что, неясно выразилась? Очередные счета? Опись имущества? Опись имущества? Тринни, ты уверена в своем выборе? Мои телевизионные интервью не покрывают расходов. К тому же люди хотят видеть тебя. Не упрашивай меня. Пойми, у меня столько хлопот с Дамианом. Я знаю. Он болен. Болен? Он исключен из школы. Когда об этом узнают в прессе, от грязи не отмоешься. Смотри. Тебе нравится? Дамиан – больной ребенок или преступник? В Дамиана вселился дьявол. Послушай, я знаю ваши печали. Но почему бы не воспользоваться этим? Потому. Ни под каким предлогом. Зачем? Чтобы делиться своими проблемами? Отдай его в государственную школу. В государственную школу? Сына лучшего тариадора Испании? Я предпочту торговать своим телом на улице. А как насчет репетитора? Чем я буду платить? Я говорил тебе о Японии. Одно галопредставление. Ты как будто не понимаешь меня. Наверное, я говорю по-китайски. Как минимум, мы пока еще вместе. Чего он хочет? Ничего не доказано. Это дети искушают. Даже меня они порой провоцируют. Последний раз один из прихожан соблазнял меня. Пожирал меня взглядом, пока я стоял у алтаря. Но я сильный, я не поддамся на подростковые уловки. Они как миловидные эфебы, провоцирующие взглядами и телодвижениями. Вы меня понимаете? Понимаете? Конечно. Нет, нет, нет. Мы больше не будем посылать продукты питания негритянским детям. Не настолько уж они и голодны. На фотографиях видны их большие раздутые животы. Пусть их ограничат с перекусами между приемами пищи. Не поймите меня неправильно, госпожа министр. Я не сексист. Но могу ли я поговорить с кем-либо из мужчин? Ваша мать записала на нас землю. Если вы не согласны с ее решением, надо было поговорить с ней, пока она была жива. А теперь оставьте меня в покое, у меня нет времени. Войдите, мой друг. Фантастика. На этот раз ты превзошел сам себя. Фантастика. Фантастика. Вы с ума сошли? Вы сожгли крест из Антиохии. Что? Этот? Наверняка он был съеден червями. Огонь очищает. Кстати, вот твоя следующая миссия. Перу? Вы обещали, что эта миссия будет последней? Еще одна? Максимум две. К сожалению, ваше преосвященство, мои прихожане нуждаются во мне и моя мать. Твоя мать? Нашей единственной матерью является святая церковь. И она тоже нуждается в тебе. Или ты действительно думаешь, что величайшие церковные реликвии должны покоиться в третьем мире, достаться этим нечестивцам? Я планировал уделить немного времени приходу и своей матери. Ты уделишь время тому, о чем я говорю. Не забывай, кто тут начальник. Какая красота. Опять тебе это удалось. Хорошо. Навести свою мать, но не слишком засиживайся. Вскоре ты мне будешь нужен. Где мне найти Эрминию? Слишком поздно. Донья Эрминия умерла. Будучи на смертном ложе, она пыталась дозвониться вам, Падре, но вы, видимо, были слишком заняты. Бедная Эрминия. Какой-то бездушный человек расстроил ее и ее сердце. Вы были знакомы с ней, Падре? Вы в порядке? В порядке? Нет. Нет. О, ты победил его. Я так и знала. Ты такой же, как твой отец. Бабуля, уже пора? Тринни? Начинается. Добрый вечер. Добро пожаловать на ваше любимое шоу. Сегодня в Курятнике мы вновь поговорим с импресарио Тринни Манола. Куда ты уходишь? Не хочешь послушать, что они скажут? Ложь. Они всегда говорят только ложь. Дамиан, присаживайся, посмотри передачу вместе с бабушкой. А когда меня покажут по телевизору? Ох, какой же ты у меня шустрый малый. У нас есть много вопросов касательно Тринни. Наши надежные источники говорят, что Тринни разорена. У нее куча неоплаченных счетов. Даже за памятник на могиле Григорио не заплатила. За этот мрамор дымов залез позолоченная статуя с семиметровыми колоннами. Он что, был фараоном? Добрый вечер, спасибо за вашу заботу. Тринни – великая артистка. Да, но она действительно обанкротилась. Это сугубо личная информация, я не вправе отвечать на эти вопросы. Счетчик общественного доверия. Ты пришел сюда небескорыстно и должен отвечать на наши вопросы. Если Тринни отказывается высунуть нос наружу... А он у нее, будь здоров! Тринни – сильная женщина, она сама воспитывает сына. Это женщина святая! Вы меня слышите? Я знаю, о чем я говорю. Тут, наверное, не обходится без... Небольшой помощи. На что вы намекаете? Она принимает наркотики. Счетчик общественного доверия. Выглядит так, как будто даже ее сын их принимает. Вы посмотрите на это лицо. Погодите, вы обвиняете восьмилетнего ребенка в употреблении наркотиков? Точно! Если бы ты говорила о моей дочери, простите, но я бы убила тебя! Успокойтесь. Успокойтесь и примите транквилизатор. Как и Тринни. Знаете, мы хотели бы знать, изменял ли Григорио ей? Наставлял ли он рога? Тринни. И еще не факт, что с женщиной. Да и точно не с собакой. Минуточку внимания, пожалуйста. Тишина. Мы слушаем. Кто говорит? Я хочу поговорить с телеведущим. Да, сеньора, это я. Это ты? Тот самый глупый педик из моего телевизора. Прошу вас, нас могут смотреть дети. Аплодисменты. Полощите рот с мылом, прежде чем говорить о моем Григорио. Где та свинья, что спрашивала, изменял ли Григорио? Здесь я, сеньора. Я выцарапаю тебе глаза, ведьма. Ты проститутка, лесбиянка. Совсем потеряла стыд. Сразу видно, какая семья. Какая тупость. Вы на меня намекаете? А этот? Ваш ведущий педик. Невероятно. Не вините ее. Она женщина в возрасте и по-прежнему не может пережить смерть сына. Раз уж речь о детях, гляньте на сына Тринни. Он нормальный ли безумец, или же он наркоман? Откровенно говоря, с таким лицом он не может быть нормальным. Опять дети. Извините меня, но я в который раз прошу не говорить о малолетних детях. Мне очень жаль, но я не за этим сюда пришел. Иди, иди. Кто тебя держит? Не забудь чек прихватить. Может, хватит оплатить по ее счетам. Алло! Вы меня слышите? Тринни! Тринни! Ты слышала это? Негодяи! Мошенники! Ничего, я им покажу! Сволочи! Злодеи! Сутенеры! Поговорим о Тринни. Она перестала танцевать из-за пристрастия к наркотикам. Это не то же самое! Вот это женщина! Мы тут работаем! Черт побери! Хорошо, что никто не пострадал. Аккуратно! Осторожно! Пожалуйста! Это чей палец? Счетчик общественного доверия. Аплодисменты. Врача! Это происходит с тобой не в первый раз, не так ли? То же самое было, когда ты потеряла отца. Высокая температура и потеря сознания. Период взросления. Ну что ж, на всякий случай мы сделаем все анализы. Внешне может показаться, что он здоров, но его поведение и эти рисунки... Было бы неплохо проконсультироваться у психолога. Психолог? Это мой приятель. Он занимался подобными случаями. Ну а что, хорошая идея. Мой внук не сошел с ума! Кто-то его сглазил. Он одержимый. Прошу вас, мы живем в 21 веке. Вы думаете, что на вашего внука навели порчу? Именно? Тринни, давай обратимся к психологу. Он не сумасшедший. Вы пожалеете об этом. Епископ. Да? Все улажено. Завтра в 6 часов утра ты летишь в Перу. У тебя есть сутки, чтобы собраться. Простите меня, падре, но у меня умерла мать. Мои соболезнования. Хотя, с другой стороны, одной проблемой меньше. Теперь она с Богом и в тебе больше не нуждается. Моя мать не хотела быть с Богом, она хотела быть только со мной. И я разочаровал свою маму. Но я не разочарую своих прихожан. Что? Это стадо пьяниц. Ты только зря потратишь время. Но они мне верят и... Это уже потерянные души. В Перу тоже предостаточно шлюх и наркоманов. В 6 утра вылет, и не опаздывайте. Ваш пепел. Спасибо. Теперь, мама, ничто не разлучит нас. Он хороший мальчик, просто рано потерял отца. Дамиан, это сеньор Хорхе. Он хотел бы поговорить с тобой. Оставьте нас с глазу на глаз, мама. Это ты нарисовал? Они действительно супер. У меня тоже есть пара рисунков. Что ты здесь видишь? Ты думаешь, он сможет ему помочь? Конечно, он же в этом эксперт. Это пёс. Мёртвый. Моя тёща. Мёртвая. Моя жена. Мертва. Моя дочь. Мертва. Кровь. Много крови. Отлично, я думаю, что нам сеансы больше не нужны. Можешь идти домой. Иду домой. Извините. Виноват. А, сеньор Хорхе. Тут заказ вашей жены. Сеньор Хорхе. Сеньор Хорхе. Странно. Всегда такой приветливый. Выпекать до готовности и ещё одну минуту до образования корочки. Я уже дома. Дома. Мышка, куда ты собралась? Ты пугаешь меня, милый? Отчего же? Дом, милый дом. Полиция, слушаем. Мой зять. Угадайте, кто я? Я? Не пробуй убежать. Ты пугаешь меня, милый дом. Папа! Да что с тобой? Желаете коктейль? 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 Откройте полиция. Вы в порядке, сеньора? Ответьте что-нибудь. Стоять! Не с места! Он убьёт нас! Вызови врача и скорую помощь! Не лучше ли сразу коронера? О, боже мой! Сеньора! Сеньора! Отче, вы тоже попали под сокращение? Закрыто по указу епископа. Что всё это значит? Разве вы разучились читать? Я предупреждал вас. Что будет с моими прихожанами? С вашими. Они мне присягали. Ты свинья. Верни мне мой приход. Вы с ума сошли. Отпустите меня. Или прикажу отлучить вас от церкви. Вы не отлучите меня. Я сам уйду. Вернитесь, Ленин. Что вы делаете? Я ваше непосредственное начальство. Отворачиваясь от меня, вы отворачиваетесь от Бога. Это не подчинение руководству. Это уже слишком. Марго, мы ничего не теряем. Акупунтура является древним надёжным методом. Она принесёт мир и спокойствие вашему сыну. Нет, я же говорил, не трогай это. Я же сказал, не трогай. Нужно было сразу пойти к цыганам. Пожалуйста. Только они смогут помочь. Вы в это верите? Вы пожалеете, но будет слишком поздно. Не забывайте, что третья чакра здесь, чтобы помочь вам. Мы с вами каждую ночь на нашем канале. Да благословит вас Бог. И о новом рекорде. Резню в курятнике посмотрела половина Испании. Всё зло. Всё зло этого мира находится именно там. Мама, ты была права. Всё это большая ложь. Нет, ни Бога, ни церкви. Ничего. Мама, будешь ещё рюмку? Официант, повторить. Последняя на сегодня, отче. Уже поздно. Я не отче. Хотя хотел бы им быть. Вы знаете, мой отец говорил, что все священники фашисты, собирающие подать. И он был прав. Я не знал его. Он погиб во время войны. Мама, я мог бы иметь сына, как ты хотела. Я мог бы быть настоящим мужчиной. Что вы об этом думаете? Мудрые мысли? Отче. Может, самое время заплатить? Увы, у меня нет денег. Сегодня вы заплатите за всё. Если же не заплатите, то я вам покажу. Прости, мама, но я думаю, что платить будешь... Ты. Больше сюда не приходи. Чуть больше уважения к старшим людям. Моя мать уже в возрасте. Ты знаешь, мама, тут женщин нет. Но мы найдём их в другом месте. Эй, бычара, ты смотришь на меня? Потому что никого другого здесь нет. Ты бросаешь мне вызов. А? Папа, папа! Что случилось? Воздушный змей? Зацепился случайно? Папа его снимет. И вот, папа. Спасибо, сынок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Папа, папа! А-а-а! Мама! Не волнуйся, дорогой! Мама! Мама! Ма! Дамиан, это ты? Мама! Мама! Мама, скажи ему, чтобы он перестал, милый! Что случилось? Идём к цыганке! Это безумие! Я ещё могу понять твою свекровь, но ты... Вся комната двигалась! Тебе показалось, ты перебарщиваешь с лекарствами! Я тоже это видела, при том, что ничего не принимаю! Я понимаю, но вы уже в возрасте! Ворон старый, не каркнет даром! Послушай, Манола, если ты не хотел ехать, нужно было остаться с Гросситой и присмотреть за Дамианом! Но раз уж ты здесь, помолчи, пожалуйста! Это здесь? Это мёртвая пустошь! Спиритизм карты Таро! Томат, один евро! Я ждала вас! Да, конечно! Речь идёт о вашем сыне, не так ли? Входите! Сколько вещей! Святые, черепа! Кот! Великолепно! Я всегда хотела иметь такого кота! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! Вот, возьмите! Наше последнее сбережение! Нам нужно открыть дверь между двумя мирами Это книга-ключ к вратам Возьмёмся за руки Ни при каких обстоятельствах Не размыкайте круг Возвiderman- Стар вены были многие пометиться в один из них, но здесь не надо. Возвращальным находятся все, и но здесь не должны. Сыночек, ты, похоже. Ты охудел, ты там хорошо питаешься. Наш сын одержимый. Только изгнав дьявола, можно решить вопрос. Падро Ленин изгонит дьявола. Это уже слишком, это мошенничество. Глупец. Да как вы посмели? А вот так. Где проектор? Не знаю, как вы это делаете, где провода? Вы не обманите меня. Я же предупреждал, а не размыкайте круг, что это. О боже, он уже тут. Вот он. Ленин, ищите Ленина. Григорио. Книга. Вы должны закрыть книгу. Не покидай меня, Григорио. Изэди, урод. Трини, закрой книгу. Донна Марго, закроем книгу. Манола, что ты натворил? На нас напали щупальца? Не настоящие щупальца. Все это сплошная ложь, Трини. Через полчаса она облапошит кого-то другого. Все это игра со светом. Я точно знаю, что я видела. Вопрос заключается только в том, кто такой Падро Ленин. Падро Ленин. Ну, мама, которая тебе нравится. Я знаю, ни одна недостаточно хороша для меня. Извините, сеньорита. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить половой акт с вами? Только для вас, отче, 60. Это для меня слишком много. Я не ищу плотских утех. Я хочу сына. Отче, это моя цена и никаких детей. Я понимаю, но моя мама здесь... Торбин, тут еще один без гроша в кармане. Ну, что за ночь? Эй, когда мы сделаем, сыночка? Не приходи! Сюда! Без денег! Разве так делают детей? Вот теплое пивко. Я хочу еще пиво. Гроссито! Гроссито! Ты меня звал? Ну, сука! Теперь ты моя! Возбуждают тебя эта грязная шлюшка! Гроссито! Гроссито! Видишь, что творит твой сукин сын? Но, Гроссито! Гроссито, пожалуйста! Я смогла пережить то, что вы мне не платите, но это уже слишком... Я набожная девушка! Я возвращаюсь домой! Это всего лишь ребенок! Это? Это все что угодно, но не ребенок! Но, Гроссито! С Богом! С Богом! С Богом! Тебея? С Богом! С Богом! КОНЕЦ КОНЕЦ КАЖЕТСЯ ЕМУ УЖЕ ЛУЧШЕ? КАК БЫ НЕ ТАК Вы знаете, хлопок — это не... О, мой верный Игорь. С моими мистическими силами и при помощи карт я смогу найти любое астральное тело. Мой муж, я приготовила дома паштет, но его до сих пор нет дома. Ужин остывает, и где он? Придёт ли муж на ужин? Что говорят карты? Вижу некую русскую девушку. Твой муж недалеко. В этот самый момент он просто заключает контракт в клубе. Что вы говорите? Он вернётся. Он проголодается и обязательно вернётся. Три, не быстрее. Я уже звоню. У нас ещё один звонок. Чем я могу помочь, дорогая? Я тоже ищу кое-кого. Речь идёт о... Нет, не говори. Я вижу это ясно. Карты мне помогут. Отец Банту. Серп. Молот. Отец Ленин. Луна. Мост. Вероятно... Он лежит под мостом. Не знаю, не могу ничего больше сказать. Что-то мне мешает видеть отчётливо. О-о-о, а это что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня пугает то, что я вижу моя дорогая. Лучше давайте закончим с этим. Удачи в поисках. У нас ещё один звонок. Зачем ты это смотришь? Падре Ле-е-е-ни-ин. Он говорил что-то про мост и луну. Не пойму о чём он говорил. Вы что, серьёзно? Вы действительно ему верите? Вы готовы искать под каждым мостом?.. Безусловно. О боже мой! Донья Марго! Вот! Наконец-то! Не знаю, падре, сколько мостов мы обошли в поисках тебя. Иисусе. Ты выглядишь точь-в-точь, как известная танцовщица. Отче, ты мне очень нужен. Помоги мне вернуть сына. Никто не знает, что с ним такое. Я больше не священник, синьора. А как насчет этой? Что ты о ней думаешь? Пожалуйста, падре. Ему очень плохо. Дьявол завладел им. Дьявол не существует, впрочем, как и Бог. Все это сказки, чтобы выманить из людей деньги. Вам нужен экзорциз. Обратитесь к епископу. Вероятно, у вас нет детей. Вы даже не представляете, какие страдания ложатся на плечи матери. Это на тот случай, если вы передумаете. Идем, Тринни. Вероятно, мы ошиблись. На баррикады. На баррикады. На баррикады. Ленин? Я знал. Он столько времени проводил с пьяницами и бомжами, что заразился. Может ли ваша светлость провести обряд экзорцизма для нашего мальчика? Это не так уж и просто. Церковь должна быть полностью уверена, что кто-то действительно одержим. А на это требуется много времени и бумажной волокиты. Но у нас очень срочное дело, ваша честь. Мальчик действительно в плохом состоянии. Ну, знаете, все имеет свою цену. Но у нас нет ни гроша. Помогите нам, ваша светлость. Вы наша последняя надежда. Вы же, по сути, друг нашей семьи. Ну, сеньора, не стоит путать дружбу и деньги. Это твое обручальное кольцо. Я припоминаю, что их было два. Это кольцо Григорио. Уже лучше, но это все, что у меня есть. Когда бы вы хотели провести обряд экзорцизма? Какой-то. Утро. Хотя можно увидеть, что ли вы увидели. Утро. 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 Иисусе, Дева Мария, Ленин, милый. Это я, твоя мать. Но ты умерла. Да, но смерть – это только начало. Мама, ты была права. Священники только деньги способны собирать. Церковь – одно дело, а религия – это нечто другое. Много людей нуждается в твоей помощи. Мама, я не знаю. Что я могу для них сделать? Следуй за знаками. Это тебе поможет. Да, но я видел, как он сгорел. Теперь я понял. Я сплю. Следуй за знаками. Мария Тринида от Делакруз, вдова. Вот же прилип. Неужели так нужно? Маноло, мы здесь. Но этот священник не Падро Ленин. Я не священник. Я епископ. Для экстренных ситуаций. Пришло время укрепить свои позиции. Ну, где одержимый? Ну, где одержимый? К примеру, сейсмические волны, землетрясения. Перебой с электричеством. Потусторонний вой. Здесь подобных символов не видно. Падро, что я должен делать? Верь в силу Господа, в силу воли Божьей. Что это? Оно открывается? Симпатяга. О, нет, нет. Только не кастрация. Епископ проводит выездные работы. О, мой господин. Повелитель тьмы, ведь это ты? Я на твоей стороне, несмотря на мой наряд. Я на твоей стороне. Что для тебя сделать? Хочешь душу Кастрата? Возьми ее. Только не мою, пожалуйста. Давай ее душу. Она давно принадлежит мне. Теперь я хочу твое тело. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот тебе! На помощь! Кто-нибудь помогите мне! Ты должен помочь ей! Я... я отсюда не выйду. Спасай сына! Сделай это для меня. И для Григорио. И для Григорио. Назад! Назад, монстры! На помощь! Оставьте меня! Узрите силу Господню! И мощь его духа! Откройте! Занято! Пошел вон! Забери меня отсюда, отче! Спаси меня! А... ГРУСТНОЕ ВОДЕЛЬНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Я знала, что вы придёте. Трини! Нужно вызвать полицию или лучше армию? Речь идёт не о власти, лишь о вере. Трини, идём в полицию. Вызовем спецназ. Заткнись, Маноло. Что с ребёнком? Я перенесла его в свою комнату, думаю, что он спит. Спит? Нет. Он устал. Нам нужно начать как можно скорее. Приступим к делу. Я сам займусь этим. Подождите здесь. Хороший день для обряда экзорцизма. Оставьте тело этого раба Божия. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Сила Христа повелевает тебе. Сила Богоматери повелевает тебе. Покинь это тело, а оно не твоё. Оставь тело раба Божия. Бог Всемогущий повелевает тебе. Дух Святой повелевает тебе. Ты только на это способен? Это меня не заводит. Почему мой единственный сын стал священником? Твой отец, наверное, переворачивается в гробу. Хватит! Сила Христа повелевает тебе. Покинь это тело. Бог повелевает тебе. Бог Всемогущий повелевает тебе. Возвращайся в ад, который ты никогда не должен был покидать. Я пришёл сюда не случайно. Кто-то пригласил меня в этот дом. Что? Кто-то, кто разбирается в чёрной магии. Кто-то, кто хотел заключить договор. Кто-то близкий этой семье. Кто-то настолько глупый, что готов продать свою душу. А я согласился. Вы получите мою душу. Но я получу Тринни. Да будет так. Обожаю решать дела с Маноло. Что? Я сделал это для нас. Нет. Убирайся. Как ты мог? Но почему ребёнок? Это не обычный ребёнок. Долгу людей пойдут за ним. Он будет в каждом доме. На всех телевизионных экранах. Он завладеет их душами. Это уже началось. Вам не остановить его. А тебе не остановить меня. Я отправлю тебя обратно в ад. Этот Тореадор был не парой для тебя. С кем, кроме меня, тебе было бы лучше? Подумай. Я приказываю тебе вернуться в ад. Откуда ты пришёл? Силой Святого Креста с Антиохии заклинаю. Мы так не договаривались. Тринни не любит меня. Мы разорены. К тому же я должен тебя спасать. Счастья на ув訪ом! КОНЕЦ Посмотрите, кто пришел. Танцовщица-наркоманка. Держи. Это поможет. Ну какой из тебя соперник? Ты безоружна. У меня есть дуэнде. Если дуэнде это твое оружие, мы будем бороться в аду. Танцовщица-наркоманка. 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 Это ничего не значит. Ты можешь продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует...